Современные предприниматели, как выяснилось, мастера на все руки. Александр Яшин любимым делом занимается уже 8 лет. Вместе с коллегами по цеху из металла и дерева он создает произведения искусства. Скамейки, стулья и даже урны для мусора, место которым порой в музее. Подобной утварью признается, хотел бы украсить Самарские улицы. По словам предпринимателя, спрос есть и бизнес процветает. Но без трудностей не обходится ни в одном деле, особенно если ты руководитель. Как предприниматель, официально работающий, я молодой. У меня много было вопросов, допустим, про бухгалтерию, как вести правильно свой бизнес. Много помощи, много информации, которую иной раз трудно найти даже в интернете, не зная об этом. Здесь напрямую можно задать вопросы и получить адекватные ответы. Ежегодный региональный форум «Линия успеха» в этом году собрал более тысячи представителей малого и среднего бизнеса. По оценке специалистов, именно этот сектор – одна из важнейших составных частей экономики Самарской области. В прошлом году, за его счет, занятость населения выросла более чем на 2%. За шесть месяцев было создано порядка 6 тысяч новых рабочих мест. Впрочем, этого удалось добиться и с помощью программ господдержки малого бизнеса, которые действуют в области уже несколько лет. Без активных, предприимчивых, как уже здесь было сказано, смелых, упорных, настойчивых людей, конечно, наше общество конкурентоспособным быть не может, так же, как в итоге и страна. И поэтому исключительно важно, чтобы этот слой людей у нас постоянно пополнялся, желающих идти в бизнес росло. По количеству субъектов малого бизнеса Самарский регион занимает второе место и входит в число ведущих по уровню развития предпринимательства в России. В ходе форума участники смогли задать специалистам все интересующие вопросы в сфере бизнеса и даже получить мастер-класс от ведущих российских бизнес-тренеров. Павел Бимаков, Станислав Левин. События.